Всё, запись пошла. Хорошо. Ну, всем ещё раз доброе утро. У нас, у кого-то, наверное, добрый вечер, с учётом сдвигов по времени. Большое спасибо за приглашение сделать доклад на семинаре. Это мой первый визит в Красноярск и в Сибирь в целом. К сожалению, только виртуальный, но всё равно приятный. Я выбрала тему, вот эту тему для доклада, потому что, мне кажется, она больше всего подходит под тематику семинара, математические модели и методы интегрирования. Вот я хочу рассказать о некоторой деятельности касательно так называемых кольцевых волн в англоязычной литературе Ringwaves в стратифицированных сдвиговых потоках. Ну, вот это вот краткое содержание того, о чём я собираюсь рассказывать. Я начну с небольшого введения, где я напомню о том, как выводится модель Cartovia de Frize для стратифицированной жидкости на сдвиговом течении. После этого я постараюсь объяснить, что здесь нового, когда мы начинаем рассматривать волны в такой цилиндрической геометрии, то есть трёхмерные волны. Ну и большую часть времени я буду рассматривать примеры применения вот этой такой теории. И всё это будет в этом семинаре в контексте двухслойной жидкости с течением верхнего слоя. Основное внимание я уделю рассмотрению волновых фронтов и деформации волновых фронтов на течении, но также коснусь трёхмерной структуры, вертикальной структуры в жидкости и также вот такого двумерного обобщения результатов Овсянникова касательно неустойчивости длинных волн на сдвиговом течении. Первая часть, вот эта общая теория и первый пример, основанная на результатах, которые были получены с моим аспирантом Сижон Жанг. Это было 4-5 лет назад. Последние результаты, вот то, что я буду рассказывать для такой достаточно общей модели двухслойной жидкости с течением верхнего слоя, это совсем недавние результаты. Я вот выложила только что статью в архив, скоро собираюсь выложить неисправленную версию, там есть небольшие погрешности в этой версии. Вот это будет основной пример, который я хочу рассказать сегодня. Это схема общей постановки задачи, то есть у нас есть жидкость, дно находится при Z равном нулю, глубина жидкости в состоянии покоя H нулевое, XY горизонтальные координаты, Z вертикальная координата, и вот в основном состоянии уравнения Эллера допускают такое решение, где есть произвольное сдвиговое течение. То есть есть решение, где горизонтальная скорость у нулевое является произвольной функцией от Z. Ну вот так же мы подразумеваем, что жидкость стратифицированная, то есть в основном состоянии у нее есть плотность, которая является функцией глубины. И компоненты скорости жидкости обозначены U, V, W, поверхностное смещение обозначена функцией ETA. Это схема вот этой вот постановки задачи. Для большинства людей, участников этого семинара, наверное, вот эта система очень знакома, но на всякий случай, для тех, кто не работает в этой области, я ее здесь покажу. Это система уравнений Эйлера для нежимаемой, невязкой жидкости, стратифицированной жидкости, дополненная двумя поверхностными условиями. Условия на поверхности, так называемое динамическое, кинематическое условие на поверхности и условия нулевой вертикальной скорости, по-моему, его обычно называют условие непроницаемости, на дне. Но предполагается здесь горизонтальным, хотя, в общем, конечно, все это можно обобщить на случай, когда топография меняется. Но пока это для плоских вон, конечно же, сделано, для цилиндрических мы еще не сделали. Вот эта система уравнений дополнена еще одним уравнением на переменную z, которую обычно называют вертикальным смещением частиц. Связь между этим, этой переменной, и вертикальной скоростью в жидкости вот такая, то есть полная производная по времени, равна w, и поверхностные условия, ну, совершенно естественная. То есть H нулевое — это глубина жидкости в состоянии, в основном состоянии, и H — это в возмущенном состоянии. Вот это вот исходная точка для всех выводов уравнений типа Картевега-де-Фриза для вот такой вот ситуации, которая была развита, в общем-то для описания волн в океане. Океан — это стратифицированная жидкость, и там есть вот не только поверхностные волны, которые мы все наблюдали, будучи у моря, но там есть еще так называемые внутренние волны, которые поддерживаются изменениями в плотности жидкости. Ну, хорошо, я буду рассматривать все в обезразмеренной постановке. Переменные обезразмериваются, используя характеристики поверхностных волн в однородной жидкости. Таким образом, скорости внутренних волн будут измеряться как доли, ну, примерно доли единицы. Конечно, скорость поверхностных волн тоже не совсем будет единица, потому что есть стратификация, в том, что я дальше буду рассказывать, но близко к единице. А вот скорости внутренних волн будут меньше. Значит, после этого обезразмеривания появляются два обычных малых параметра в задаче. Амплитудный параметр и параметр, характеризующий длину волны, то есть волны рассматриваются длинные. Вообще вся эта деятельность вот связана с моделями типа Картевега-де-Фриза, это в каком-то смысле такие, мы все последователи Деламбера и вот линейного волнового уравнения. Вот. И в выводе мы... Так, я начала себя слышать почему-то. В выводе мы используем вот это соотношение. Крускл его называл maximal balance condition в разных контекстах. То есть когда уравновешивается наибольшее количество всяких эффектов в модели. Ну и вот это КДВ-баланс, то, что приводит к модели КДВ. Ну, сначала вот в этом введении я напомню о том, как выводится уравнение Картевега-де-Фриза. Это двумерная постановка, то есть V равно нулю. Рассматривается постановка, где нет зависимости от Y. И в основном состоянии подразумевается, что жидкость стратифицирована, то есть описывается плотность некой заданной функции РОНОТОВ-Зет. Давление гидростатическое в основном состоянии. И на поверхности давление равно нулю. И также есть какое-то предписанное какое-то предписанное течение у нулевого от Z в направлении X. Ну, то есть это выбор вот оси X. X по течению. Значит, это вот точное уравнение, решение вот этой системы уравнение Эйлера с граничными условиями, которые мы написали на предыдущем слайде. Вот это вот основное состояние. И дальше волны распространяются на фоне этого основного состояния. Вывод довольно технический. Я его, конечно же, не буду показывать. Значит, он использует асимптотические, многомасштабные разложения для всех полевых переменных в этой задаче. Вот такого типа по тому малому параметру, который мы ввели. И, ну, основной элемент вывода, вот самый важный элемент, который делает возможным вывод уравнения Картевега-де-Фриза для такой вот сложной задачи, это наличие разделения переменных в задаче. То есть можно ввести так называемую модальную декомпозицию. И вот для плоских волн она выглядит вот так. Я пишу ее здесь только для моей переменной z, которая связана вот с вертикальной скоростью, потому что здесь она пишется проще всего. Но для всех переменных задачи, линейализованной задачи, есть соответствующие формулы вот такого типа, ну, немного более сложные, с производными и так далее. Вот, поэтому удобнее всего это писать именно для переменной z. z чисто разделяется как функция от бегущей переменной x минус st, которую мы назовем кси, медленного времени, t большое. И эта амплитудная функция умножается на функцию φ от z, которая называется вот модовой функцией, модальной функцией. Значит, это функция, которая зависит от глубины жидкости. И вот таким образом происходит такое разделение переменных на амплитудную функцию впоследствии выводится уравнение типа, ну, в данном случае это либо КДВ, есть масса всяких обобщений, например, с учетом вращения Земли, КДВ заменится уравнением Островского. Если учесть слабую зависимость от Y, то можно вывести там уравнение Кадамцева-Петвиашвили, в общем, всякие такие вещи. А вот модальная структура, функция φ, она описывается вот такой постановкой. Значит, здесь возникает отдельное уравнение на функцию φ от z и с двумя условиями, условия на поверхности и условия на дне. У меня дно в нуле, а поверхность в единице в этих обезразмеренных переменных. Ну, это вот длинноволновой предел уравнений Тейлора Голдштейна. Их обычно называют модальными уравнениями. Эта задача определяет длинноволновые моды, и также из этой задачи мы должны извлечь их скорость. Это вот отдельная постановка задач. Значит, после того, как вот эта задача для функции φ решена, можно выписать уравнение на амплитудную функцию. Оно довольно хитрое, потому что коэффициенты вот этого уравнения Картеве-Гдефриза, которое я здесь написала, можно идти дальше, выписывать уравнение Гарднера, если, так сказать, немного дальше по малому параметру поддвинуться в следующий порядок. Можно выписывать дополнительные члены здесь, приписывать КДВ, и это все очень разумно, и описывает очень хорошие разные приложения. Но я сейчас не буду этого касаться. Но важно то, что вот коэффициенты уравнения Картеве-Гдефриза здесь хитрые. Они не просто какие-то константы, а они на самом деле вычисляются по решениям предыдущей задачи на функции ФИ. То есть нужно решить вот эту систему уравнений на ФИ. Информация о стратификации в океане, о течении в океане, вот в какой-то там местности, где нас интересуют волны. Все это потом уходит вот в эти интегралы вместе с функциями, с решениями задачи на ФИ, и нужно посчитать вот эти интегралы, и тогда мы имеем в конечном итоге уравнение Картеве-Гдефриза или что-то подобное, обобщенное, на амплитуду волны. Вот такая ситуация с плоскими волнами. Очень вывод, как обычно в таких ситуациях, когда задачи очень сложные, то такие выводы, они осуществляются на протяжении длительного времени. Много людей постепенно что-то добавляют, уточняют, как-то учитывают еще какие-то факторы. Ну, в общем, вот первые идеи возникли в 66-м году, Бенни и Бенджамин, и после этого, как я уже сказала, много людей внесло вклад в это. Ну, вот обзор хороший, я могу порекомендовать, Роджер Гримшо написал в 2015-м году. Роджер, естественно, сам тоже внес очень большой вклад и учел переменное дно, стечения, вот такие какие-то очень сложные ситуации. Вот сейчас уже есть такая постановка, которая действительно применима к моделированию многих процессов, волновых процессов в океане. Один из примеров внутренних волн, пайшесные волны я показывать не буду, их все видели, а вот внутренние волны, вот эта вот замечательная картинка, которая показывает дисперсионную ударную волну или Бору, разные люди называют это по-разному, которая распространяется около пролива, не знаю, как это, Мисинский, наверное, пролив, да, стрейтов Мисина. И мы видим, что это действительно очень похоже на решение задачи Гуревича Питаевского для КДВ, то есть вот такая осцилляционная ударная волна, соединяющая два разных уровня, и мы видим, вот видно здесь, что внутренние волны, они имеют очень большую амплитуду, в общем, это очень важные компоненты того, что происходит в океане и оказывают очень большое влияние и на те структуры, которые есть в океане, и на перемешивание, и, в общем, конечно же, изучение, моделирование этих волнов представляет, это очень большой интерес. Ну, хорошо, плоские волны очень интенсивно изучались, но на самом деле вот, например, вот этот снимок со спутника показывает, что в некоторых ситуациях у нас волны, ближе к цилиндрической геометрии, нежели к волнам с плоским фронтом. Значит, бывают ситуации, где нужно учитывать цилиндрическую расходимость волн. Вот эта картинка, она сделана в Гибралтарском проливе, значит, Гибралтар, он вот здесь находится, это Средиземное море, вот это Гибралтарский пролив, и вот мы видим, что действительно здесь волна выглядит как часть кольца, да, ну, соответственно, вот это не единственная картинка, аналогичные ситуации возникают, значит, вот проливы, потом впадение рек в океаны и моря, тоже, когда есть узкое место, которые, откуда волны выходят в широкое место и начинают расходиться, но также какие-то подводные там горы, то есть, такие локализованные неоднородности на дне океана, вот, рассеяние, такими вещами тоже приводят к возникновению волн, которые ближе вот к куску какого-то такого кольца, да, ну, вот это была вот такая мотивация и постараться сделать обобщение задачи, которую мы имеем для плоских волн, на случай волн с цилиндрической геометрией. Несколько слов о том, что здесь делали люди, значит, конечно же, есть цилиндрическое или концентрическое уравнение Картевек-де-Фриза, которое было выведено в 1974 году для волн в плазме, уравнение интегрируемое, показано Дрюма и изучалось в колодже Реда Гаспереса, хотя, в общем, сделано не так много, как для КДВ, и мне кажется, еще много нужно понять с точки зрения решения этого уравнения, по крайней мере, для приложения. Ну, вот в контексте жидкостей первый вывод уравнения был сделан Майлсом в 1978 году для волн воднородной жидкости, для поверхностных волн и в упрощенной постановке системы Бусинеска. А Джонсон, Робин Джонсон в 1980 году вывел уже из уравнения Эйлер, опять же, для поверхностных волн воднородной жидкости. В 1985 году Липовский вывел уравнение ЦКДВ для внутренних волн в стратифицированной жидкости, но без стыгового течения. В 1990 году Робин Джонсон вывел уравнение для поверхностных волн воднородной жидкости на сдвиговом течении и изучал решение этого. Это очень важная работа для того, что мы сделали. Фактически мы обобщаем вот эту работу. В 2016 году мы опубликовали две статьи с аспирантом, посвященные описанию внутренних поверхностных волн в стратифицированной жидкости на сдвиговом течении, в произвольном сдвиговом течении, зависящем от глубины. Я хочу заметить, что, конечно же, изучение вот волн такого типа не сводится обязательно только к тому, что делаем мы или Джонсон, вот, модели типа КДВ. и есть альтернативные подходы, и в частности очень замечательные работы в последнее время написаны командой Эллингсона, и очень рекомендую вот их недавнюю статью 2019 года в GFL, где они сделали очень красивые эксперименты и наблюдали кольцевые вот такие и корабельные волны, поверхностные волны на течении. Они занимаются только поверхностными волнами, у них нет стратификации. Вот, но очень такая красивая деятельность, они последователи Фурье, то есть они, у них другие подходы, очень много прямых подходов, но замечательные эксперименты, эффективная теория, в общем, вот рекомендую вот эти работы также. Хорошо, возвращаясь к нашей деятельности, значит, мы используем цилиндрическую систему координат, подвижную, скорость С, скорость системы координат, является здесь произвольной, но потом, в общем, вывод показывает, что на самом деле разумнее всего, по-видимому, выбирать эту скорость, равной скорости течения на дне. Вот, и дальше я так и буду делать. Вводится система быстрых и медленных переменных, переменная кси вводится вот так, значит, здесь вводится функция к от тета, ну, понятно, течение параллельное, волны имеют цилиндрическую геометрию, то есть, понятно, что в разных направлениях по тета скорости будут разными. Значит, если мы говорим, что s это скорость нашей волны концентрической такой, когда нет течения, она одинаковая, константа по всем направлениям, то после этого скорость в направлении тета будет s делить на функцию k от тета, да, то есть k от тета, она ответственна за изменение скорости по разным направлениям. r большое, это медленная переменная, она вводится вот таким образом, здесь есть малый параметр, ну, это угловая переменная, полярный угол. Хорошо, значит, опять-таки используется метод многомасштабных асимптотических разложений, и что здесь является главным? Значит, если нет течения, то вот вывод Липовского для внутренних волн, он основан на вот такой, вот на таком разделении переменных, которое опять пишу только для одной переменной, для дзета, и мы видим, что это то же самое разделение переменных, что для плоских волн. Вот, и задача для модальных функций, она ровно такая же, как для плоских волн. Значит, когда мы рассматриваем, позволяем течение, то есть мы рассматриваем стратифицированную жидкость, волны, распространяющие стратифицированную жидкость на течение, то, естественно, у нас такое происходит сразу столкновение геометрии, течение у нас параллельное, то есть здесь это картовая геометрия напрашивается, а вот волны концентрические, да, и вообще говоря, априори, не гарантировано, что тут есть какое-то разделение переменных, но вот оказывается, что разделение переменных есть, но, так сказать, вот в дальнем поле, да, то есть именно в симпатическом смысле. И это разделение переменных более сложное, чем то разделение переменных, которое мы имели для плоских волн. Значит, теперь у нас модальные функции φ уже не только функции глубины, но функции z и θ, а амплитудные функции это функции от ξи, r и θ, но тем не менее это разделение переменных. И на модальные функции у нас возникает вот такая задача, которая обобщает ту задачу, которую я показывала для плоских волн, вот, но здесь возникнет новый элемент. Значит, немножко об обозначениях, чтобы было понятно, f большое это функция минус s плюс u нулевое это течение в основном состоянии минус c, c, как я уже сказала, мы будем в дальнейшем выбирать равной скорости течения на глубине, на дне, то есть на дне вот это ноль, и поэтому функция f на дне будет равна минус s, и завидомо не нулевая. Почему это удобно? Потому что вывод показывает, что на самом деле возникает вот такое условие на дне, произведение φ на f равно нулю. Ну, и поэтому если вот мы гарантируем, что f не равно нулю на дне, то тогда мы просто требуем, что φ равно нулю на z равном нулю, и получаем вот такой постановку на φ. Ну, это в общем не обязательно, но как-то кажется, что вот это разумно. Значит, в результате решения этой задачи мы должны узнать функцию φ, мы должны узнать скорость волн без течения, это константы s, и мы должны узнать вот эту функцию k θ, которая определяет изменение скорости волн в разных направлениях. Значит, вот мои примеры, на примерах я покажу, как это все работает. Ну, люди, работающие в этой области, хорошо знают приближение rigid lead approximation, плоской крышки, но для тех, кто не знает, значит, это приближение, оно применимо, если нас не интересуют поверхностные волны, и мы интересуемся только внутренними волнами, то в этом случае вот это условие на поверхности можно заменить более простым условием, подобным условию на дне, φ равно нулю, при z равном единице. Это так называемое приближение плоской крышки, и в какой-то момент я начну его использовать для упрощения задач. Хорошо, значит, после этого можно вывести модель на амплитуду, амплитудное уравнение, это модель типа цилиндрического картериагда фриза, в общем случае она получается 2 плюс одномерный, появляется вот такой дополнительный член с производной по тета, и коэффициенты этого уравнения опять вычисляются, как только мы знаем решение вот этой задачи. Значит, решив задачу на φ, мы можем посчитать коэффициенты этого уравнения, они будут функциями тета, по z все интегрируется, в зависимости от тета в общем случае остается в этих коэффициентах. Вот, значит, вот это, да, ну и после того, как мы это сделали, мы можем описать любые переменные, то есть все полевые переменные, касающиеся нашей жидкости, они решение, вот скажем, первого порядка, это приближение, выглядит вот таким образом, то есть на функции а и φ мы восстанавливаем все полевые переменные. Можно уточнять, есть и следующее приближение и так далее, но вот это главный порядок. Хорошо, теперь я начну рассматривать примеры. Сколько сейчас времени, как мы поройнили, полчаса, да, хорошо, хорошо. Значит, вот первый пример, это старый пример, да. Извините, может быть сейчас переключиться и тогда вот проще будет. Осталось примерно 3 минуты. а, еще 3 минуты осталось, да, то есть заканчивается. У меня горит, да. Может быть сейчас логично переключиться, это недолго совсем. Хорошо, ладно, давайте, тогда выходим, а потом примеры, да? Да, да. Хорошо. Спасибо.